Спасибо организаторам и наш доклад, как я мог увидеть, единственные, где три автора, предыдущих один автор. Но вместе с тем, наверное, будет самый конкретный. Я поясню, почему у нас трое. В клинике, где работает Виктор Анатольевич Ташвитов, проводилось это исследование, часть исследования. Софья Викторовна, которая будет рассказывать о непосредственных результатах исследования, проводила вот это в основном психологическое исследование. Здесь в основе психологические результаты. Это тоже необычно для нашей конференции. Ну, а я принимал участие в составлении дизайна, плана исследования, в выборе методик. Что бы я хотел сказать? Дело в том, что в современных, проводимых в России, психологических исследованиях, касающихся стресса, в основном идут по неправильному пути. Поскольку здесь в основном молодые люди, наверное, в основном врачи, то я бы хотел вот несколько слов об этом сказать. Обычно берется какая-то методика, но чаще всего на исследование копинга, копинг-стратегии. И сразу делаются далеко идущие выводы. Во-первых, каждая методика, включая методики на исследовании копинга, создавалась на каком-то материале. Вот это надо иметь в виду, прежде чем выбрать методику. Потом, это иллюзия, что когда вы применяете такую методику, вы будете определять копинг, вот скажем, у этой группы пациентов. Я сошлюсь на другое наше исследование. Мы исследовали пациентов с неврозами. И оказалось, что вот они в этот период лечились. И ведущими их представлениями о том, что вызывает у них стресс, оказалось вовсе не наличие невроза. Только примерно у четверти это было на первом месте. А все остальное, это были какие-то личные, семейные и профессиональные проблемы. Вот поэтому, когда вы исследуете пациента, даже в стационаре, это вовсе не значит, что вы будете изучать стресс, касающийся болезни. Вот это крайне важно. Поэтому будьте осторожны. Ну, а о конкретных результатах расскажет Софья Викторовна. Потом, если будут вопросы, мы ответим их. Здравствуйте, коллеги. Я вижу, что уже многие посматривают. Все в ожидании. Еще выступление, поэтому я постараюсь коротко и по существу. Но если будут вопросы, то, конечно, я думаю, что у нас будет минутка, чтобы на них ответить. Итак, здесь сейчас будет представлен фрагмент диссертационного исследования в части сравнительного анализа воспринимаемого стресса и копинг-стратегий беременных женщин и пациентов с ревматоидным артритом. В целом проверяется гипотеза о специфичности предпочитаемых копинг-стратегий у лиц с разными состояниями, а также взаимосвязь с уровнем дистресса. Если говорить о современном состоянии вопроса, то исследования копинга у пациентов с ревматоидным артритом, они немногочисленны и достаточно неоднородны. Есть категории исследований, которые говорят о том, что пациенты с ревматоидным артритом используют в равной степени множество копинг-стратегий. Есть, соответственно, другая часть, которая говорит о том, что всё-таки есть более предпочитаемые. И, соответственно, в зависимости от теоретической принадлежности и, точнее, теоретических предпочтений исследователя, в зависимости от той концепции, которой он придерживается, и классификации, есть данные о том, что пациенты с ревматоидным артритом чаще всего прибегают к копинг-действиям, которые направлены непосредственно на снижение хронического болевого синдрома. А если же говорить о другой классификации, то считается, что наиболее предпочитаемая копинг-стратегия — это стратегия дистанцирования. Однако в целом исследования копинга, они касаются в основном либо копинга депрессивных переживаний, либо, как я уже упомянула, совладания с хроническим болевым синдромом. Примерно такая же картина обстоит в исследованиях копинга у беременных женщин. Точно так же есть исследования, которые говорят о том, что никакой здесь специфичности нет, и беременные женщины используют с той же частотой те же копинг-стратегии, что и здоровые люди. Но если говорить о том, что выделяют всё-таки какие-то предпочтения, то считается, что в основном беременные прибегают к проблемно-ориентированному копингу и реже всего к избегающему копингу. В данном исследовании приняли участие 32 женщины с нормально протекающей беременностью, ничем не осложнённой, и 31 пациент с ревматоидным артритом. Но здесь, я думаю, что вы уже ознакомились с методами, которые мы применяли, поэтому перейдём к результатам. Так, да, ну я сейчас прокомментирую, наверное, не очень хорошо видно. Здесь представлены результаты по шкале воспринимаемого стресса, и оказалось, что и беременные женщины, и пациент с ревматоидным артритом обладают достаточно высоким уровнем, потому что, как мы видим, по группе беременных показатель приближается к 27 баллам, 27 баллов это считается тот уровень, когда уже выраженный стресс, даже дистресс, можно сказать так. И пациент с ревматоидным артритом, в общем, даже находится немножко выше, приближаясь в среднем к уровню 28 баллов. По анализу предпочитаемых копинг-стратегий, оказалось, что обе группы продемонстрировали предпочтение двух стратегий. Это стратегия планирования решения и стратегия избегания. И здесь можно отметить некоторые отличия от современных данных других исследований в том, что, например, избегание — это наименее предпочитаемая копинг-стратегия у беременных, но в нашем исследовании в данной выборке получилось о том, что к ней они прибегают тоже достаточно часто. И если сравнивать с другими данными о том, что пациент с ревматоидным артритом чаще используют стратегию дистанцирования, ну вот в нашем исследовании это оказалось немного не так. То есть чаще это всё-таки планирование решения или стратегия избегания. Также был выявлен в группе беременных женщин была выявлена корреляционная связь между уровнем воспринимаемого стресса и стратегией планирования решения. В группе пациентов с ревматоидным артритом не было выявлено достоверной связи между уровнем воспринимаемого стресса и какой-либо копинг-стратегией. И в целом можно говорить о том, что сопоставимый высокий уровень воспринимаемого стресса, а также близкие показатели шкалы CL-90. Здесь они не представлены, потому что на самом деле различий выявлено не было и значения практически идентичны в этих двух группах исследуемых. И также предпочитаемые копинг-стратегии позволяют нам говорить о том, что две данные выборки обладают сходным характером и уровнем интенсивности дистресса. То есть на самом деле такой вывод, который получился, действительно неожиданно, о том, что если не знать, какая группа, точнее, показатели какой группы, например, на графике отражены, то даже сложно сделать вывод о том, что это именно беременные женщины либо пациенты с эмотоидным артритом, потому что показатели оказались действительно очень близкие. В целом, вот, чтобы, да, времени много не отнимать, но если есть вопросы, то я готова ответить. Слишком большой разброс, да? Я, может быть, без микрофона, наверное, так бы, да, даже лучше слышно. Но на самом деле, как я уже упомянула, это фрагмент диссертационного исследования, в котором мы исследуем и как раз проверяем специфичность предпочитаемых копинг-стратегий. Как раз наша задача в том, чтобы охватить достаточно широкие диапазон состояний либо заболеваний. Просто на данный момент у нас две группы уже набраны, про которые я здесь, собственно, рассказала. Две группы завершаются в наборе. Это группа пациентов с болезнью Паркинсона, ну и, соответственно, группа людей без диагноза. И также мы планируем набрать еще группу, ну, если повезет, может быть, несколько. Поэтому здесь представлены такие разные категории людей. Собственно, этим же объясняются и результаты, потому что, как можно заметить, стратегия, например, избегания планирования решения, они две достаточно противоположные. То есть, если человек планирует решение, да, проблемы, то вряд ли он же занимается избеганием. Но здесь некоторые особенности можно объяснить тем, что конкретно две эти группы, ну, во-первых, они гендерно очень разные, как мы понимаем, а во-вторых, это еще и в том числе здесь именно есть разброс по возрасту, потому что беременная женщина это все-таки достаточно молодая категория, пациент с травматоидным артритом. Ну, здесь у нас было от 20 лет и старше, но в среднем это тоже, в общем, средний возраст старше, чем у беременных женщин, например. Поэтому вот просто на данный момент, когда конференция проводится здесь и сейчас, вот результаты были получены по вот этим двум группам. В дальнейшем, конечно, мы планируем уже сравнивать и другие тоже. Я немножко конфликтизирую, согласен, что было сказано. Это интересно для изучения именно специфичных и код. Проблема, которая не решена пока ни у нас, ни в мире. Вот я уже вначале сказал, что происходит. Поэтому такие, на первый взгляд, кажется, необычные сравнения в дальнейшем могут оказаться очень важными. Когда будет, конечно, больше группы. Спасибо. А, пожалуйста, еще есть коллеги вопрос? А я теперь могу обращать методики, расскажите. О которой методике именно? Вы говорили, анкета, вы ее сами составляли. Возможно, просто кратко не имею, вы не перечисляете всю методику? Да, это анкета. А вот на что вы обратили внимание? Например, на чем вы делали акценты? Ну, составление анкета, мимо того, что она содержит стандартные вопросы, которые приняты для большой статистики, чтобы мы были уверены, что выборка достаточно однородна по своим социально-демографическим показателям, анкета содержала, ну, такой, наверное, вопрос, который как раз ее отличает от других анкет, в том, что мы учитывали, ну, будем учитывать, когда у нас будет больший массив данных, о том, что, например, есть ли у человека какой-то дополнительный источник стресса в жизни, который он сам у себя, ну, скажем так, фиксирует, помимо состояния здоровья. То есть это у нас отдельный вопрос. Плюс, естественно, также наличие других сопутствующих соматических, неврологических, либо психических заболеваний, которые, например, ну, активно на тот момент к нам проводим исследования. То есть такие факторы мы тоже учитываем. Вот. Но когда будет больше массив данных, уже можно будет это посмотреть более подробно. Просто здесь у нас не очень большая выборка, это всего 63 человека. Или, может быть, вы какой-то другой вопрос по методике имели? Все верно, да. И методик потом будет больше. Да, в других группах. Это вот фрагмент. Воспринимайте это как неконечный результат. Еще раз. Пожалуйста, пожалуйста. А что именно в пациентах лимонатурно-опритом вычитывалось? Какие лимонатурно-опритом как сравнивалось с беременностью? Отношение к беременности как к стрессу? Как к дистрессу. Здесь в центре дистресс. Изучение дистресса. И отношение к пациентам. И в одной группе, и в другой. Вот с помощью этих, пока этих трех методик. Я немножко дополню ответ, что вообще исследования проводятся при условии того, что мы опираемся на то, что группа и беременных женщин, и группа пациентов стресса именно в связи со своим заболеванием. То есть допущение о специфичности стрессовых переживаний относительно своего состояния. Состояние. Может быть, у беременных и заболевания. Ну, как оказалось, пациенты ревматурно-опритом беременные, достаточно остро переживают. Это и вам, а с темы сразу же. Стало упоминуть это вначале. Да, я поняла ошибку. У кого-то это почти заболевание. Так тоже было. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.